Здравствуйте, дорогие друзья! Парад юмора вновь приветствует вас! Елена, я хочу сделать вам комплимент. Да что ты! Вы сегодня прекрасно выглядите. А, благодарю, Карат. Ой, это так приятно! Но вам, мужчинам, с комплиментами надо быть очень осторожными. Да? Да. Одной моей знакомой на улице мужчина сказал, «Девушка, у вас такие длинные ноги!» Она повернулась и говорит, «Спасибо!» А он говорит, «Особенно право». Скажите, вот как вам удается всегда выглядеть модно, стильно и изящно? Ой, Карат. Вот я, например, как только куплю себе что-нибудь модное, так это сразу же выходит из моды. Почему? Вот купил себе недавно джинсы с дырками. Так. А в моде уже без дырок. Ага. Я зашил, а в моде уже с дырками. Я распорол, а в моде уже опять без дырок. Я зашил, потом распорол, опять зашил, потом распорол, зашил, распорол. Короче, теперь у меня супермодная и мега-стильная джинсовая половая тряпка. Ой, Карен! О, твой рассказ натолкнул меня на тему нашего сегодняшнего разговора. Карен, а давай вот сегодня с тобой поговорим о моде. Давай. Тем более, что у нас с тобой есть то, что никогда не выйдет из моды. Это юмор, смех и веселье. Карен, а вот почему ты не носишь бороду, а? Мне кажется, тебе бы очень пошло. Посмотри вокруг, сколько мужчин с бородой. Сейчас это очень модно, Карен. О чем вы говорите, Лена? У нас у армян борода это модно максимум до пятого класса. А потом все начинают бриться. И потом, за бородой же, ну, ухаживать надо. Это правда. Муж одной моей знакомой так ухаживал за своей бородой, каждый день подстригал, шампунем мыл, маслом смазнул. Короче, дошло дело до того, что она от него ушла. Кто? Борода? Нет, жена. Ее на масло аллергия оказалась. Хорошо, что на юмор ни у кого никогда не бывает никакой аллергии. Карен, вот скажи мне, что должна уметь делать настоящая женщина? Не знаю. Ну, наверное, готовить, стирать, убирать, гладить. Нет, Карен. Настоящая женщина должна уметь бесконечно смотреть на три вещи. А потом взять и купить пять. А если есть скидки, то семь. Ну и на кассе там еще по мелочи. Заколочек, резиночек, бижутерию. Очень неожиданно. А что тогда, по-вашему, должен делать настоящий мужчина? Настоящий мужчина ничего, Карен, не должен делать. Он должен знать всего лишь три слова. Это какие? Какие? Запоминай. Люблю, куплю, поехали. То есть я, по-вашему, не настоящий мужчина? Я этого не говорила, Карен. Конечно, ты настоящий мужчина. И кроме того, ты настоящий артист. Леночка, я недавно прочитал, что обычные женщины за свою жизнь проводят в магазинах от трех до пяти лет. Звучит как тюремный срок. Ой, Карен, это обычные женщины. А у меня есть знакомая. Так она в магазинах провела 20 лет. Так она что, шапоголик? Нет, Карен. Она продавец. А ты вообще знаешь, зачем женщины ходят по модным магазинам? Знаю, Леночка, большинство из них ищут ответ на вечный вопрос. Как натянуть мини-юбку на Макси? Ах, а вот и нет, Карен. В магазинах можно такое услышать. Вот, например, я слышала, как в одном магазине жена распекала своего мужа. Ой, ну что ты за бабник, а? Ну ты же ни одной юбки мимо не пропустишь, а? Вот прям, понимаешь, кабель. Как женщину увидят, так все. Мозг у него включается, только инстинкты. Им подходит одна из покупательниц и спрашивает. Женщина, это вы его ругаете или рекламируете? Харет. Ну что, у тебя еще остались вопросы? Про модные тенденции и стили. Да, остался один вопрос. У моей жены скоро день рождения. И я хотел бы подарить ей сумочку, но не знаю, какую выбрать. Вот что вы мне посоветуете? О, Карен, это очень сложный вопрос. У каждой женщины свой вкус. Но есть один универсальный вариант. Сейчас тебе расскажу. Чтобы не ошибиться с выбором сумки для любимой женщины, подари ей инкассаторскую. А дальше она уже сама решит. Ой, не знаю, она мне тут недавно, знаешь, что сказала? Что? Говорит, дорогой, вчера ночью мне приснилось, что ты мне подарил бриллиантовое колье. О, ну и что? Ну и что, что? Я ей ответил, я говорю, будешь себя хорошо вести, дорогая, сегодня ночью тебе приснится, что я тебе шубу подарил. А я хочу дать один совет всем девушкам и женщинам. Милые дамы, будьте всегда красивыми, чтобы свой гордился, чужой хотел, а бывший кусал локти. Ой, девчонки, мне тут одну страшную историю рассказали. Просто жуть. Мурашки по коже. Мужики, конечно, не поймут. А вот нам с вами главное не разреветься. Готовы? Рассказываю. Значит так, одна женщина пришла в торговый центр и купила себе новые туфельки, красивые, дорогущие, сил нет. Так вот, купила туфельки, смотрит, юбка не подходит. Ха, купила новую юбку, бац, блузка не в тон. Купила новую блузку, смотрит, маникюр не в цвет. Сделала новый маникюр. А к маникюру-то нужна сумка. Все, купила новую сумку, блин, туфли не подходят. Говорят, это женщина. До сих пор в этом торговом центре по кругу бегает. Вот ужас-то, да? Леночка, а можно задать вам один нескромный вопрос? Ты уже его задал. Хорошо, тогда еще один. Задавай. Скажите, а вот сколько денег вы тратили на модную одежду за один поход в магазин? Извини, Карен, но точную сумму я тебе сказать не могу. Понимаю, это секрет. Нет, просто я кредит еще до конца не выплатила. Просто когда я вижу в магазине очень красивую и очень дорогую вещь, то я сразу становлюсь абсолютно категоричной и непримиримой. И на вопрос продавца, вы будете это брать? Я всегда отвечаю прямо. Либо да, либо, конечно. Вот это сила воли. Да. Я вам... Леночка, скажите, пожалуйста, почему когда мужчина не пропускает взглядом ни одной юбки, то про него сразу говорят, что он бабник. А когда женщина не пропускает глазами ни одного мужчину, то она пристально следит за модой. Ну, это потому, что женщина смотрит на модного мужчину и думает, ага, вот как бы мне своего мужика так одеть? А мужчина смотрит и думает, как бы мне ее раздеть? Это все потому, что вы, женщины, просто помешаны на стиле. Мне тут рассказали, что одна светская львица три года простояла на светофоре, пока зеленый свет не вошел в моду. Да хватит обвинять во всем женщин. Можно подумать, вы не такие. Есть среди вас экземпляры. Такие все из себя. Мачо, волк, одиночка. Как разоденется весь из себя и ждет, что женщины будут прям сознание терять. А как тут не потерять? Если он, волк, одиночка, ему и постирать-то некому. Там не то, что женщина, слон сознание может потерять. Как хорошо, что среди наших артистов нет волков-одиночек. От них, если и можно сознание потерять, то только от смеха. Совершенно с тобой, Карен, согласна. Карен, а ты знаешь такое выражение? Последний писк моды. Ну, конечно. Это модные новинки сезона. А вот и нет, Карен. Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем, когда он видит цену нового платья жены. А вы знаете, что студенты медицинских вузов не пропускают ни одного модного показа? Да ты что? Ни одного дефиле. Ой, ну а им-то зачем? Они же всегда в белых халатах ходят. А они говорят, что по манекенщицам удобнее всего изучать строение скелета человека. Вот видите, моды абсолютно всем.